Населенные пункты округа очистят от свалок. С 2019 года в Ненецком округе начнут действовать новые правила по обращению с твердыми бытовыми отходами. Изменения в федеральном законодательстве предусматривают единого регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации мусора. В каждом населенном пункте округа будут оборудованы места для сбора и хранения отходов, которые затем вывезут на утилизацию. Как будет работать новая схема и решит ли она проблему неорганизованных свалок, расскажет Валентина Чебичек. 5 тысяч тонн в посёлке Искателей, 550 тонн в Красном и чуть меньше в Неси. Столько мусора производят жители этих поселений ежегодно. Между тем, ни в одном населенном пункте нет специально подготовленных площадей для хранения твёрдых бытовых отходов. Как правило, мусор частично сжигают, остальное вывозят за черту поселения. С этой проблемой главы муниципалитетов посетили Международный арктический форум, который прошёл в конце марта в Архангельске. «Один из вопросов, который будет интересен для всех муниципальных образований на территории округа, это обращение с твёрдыми коммунальными отходами. То есть у нас есть такая проблема, это обусловлено территориями нашими, то есть транспортная составляющая очень сложная». На федеральном уровне работа в этом направлении ведётся с 2014 года. Правительство приняло ряд нормативных актов, которые регламентируют новую систему обращения с ТБО. В каждом регионе будет определён единый оператор. Он будет отвечать за сбор, хранение, вывоз и утилизацию мусора. Для этого в каждом селе будут сооружены специальные места. В определённый операторам срок контейнеры с мусором будут вывозить. «Логистика, да, логистика, конечно, опять же, морской либо речной пункт. Где-то вообще у нас даже вездеходная либо снегоходная техника, потому что в некоторых населённых пунктах просто ни машина, ничего не приедет, ни мусоровоз, ни что не приедет зимой, да, то есть там всё заметает». Суть логистической системы такова – вывозить мусор в ближайшие центры утилизации. Например, к западной части округа ближе находятся центры утилизации Архангельской области. К поселениям центральной части округа – свалка на Рейнмаро. Населённым пунктам на востоке региона легче вывозить ТБО в республику Коми. Во сколько же обойдётся населению вывоз мусора на снегоходе или судне, определяет опять же федеральный закон. «Если раньше мы платили это в плате за содержание ремонта, которая не регулировалась никаким образом, то есть управляющие компании могли самостоятельно завышать её каким-то образом, то теперь это будет коммунальная услуга. Платить её должны все физические лица, юридические лица, которые в результате своей деятельности образуются отходы». Как вывезти мусор на снегоходе, кто будет платить за обустройство спецплощадок в поселениях и когда необходимо заключить договор с региональным оператором. Внедрение новых правил требует тщательной проработки. Каждый населённый пункт будут рассматривать отдельно. Об этом говорили в Госдуме на парламентских слушаниях. «18 числа в Государственной Думе, в Комитете по экологии и охране окружающей среды, состоялись парламентские слушания по формированию территориальных схем обращения с отходами. Были выслушаны наши доводы о том, что арктическая зона, мы у нас тройная время, мы ещё и находимся в сложных климатических условиях, что нужно применять законодательство и уточнять законодательство в рамках наших особенностей. Ведь понятно, что только эта реформа пошла, и по России есть ряд только пилотных проектов, и уже столкнулись с трудностями». Определить регионального оператора предстоит до 1 мая 2018 года, а полный переход на новую систему по обращению с ЦБО должен быть завершён к 2019 году. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север».